Привет! Вот и прошла неделя с того момента, как я приобрел себе Fuji X-T4, и в сегодняшнем видео я бы хотел вам рассказать о всех тех плюсах и минусах, которые я успел выявить за это время. И давайте начнем с хорошей стороны этой камеры, и, как я уже говорил ранее, это внешний вид. То есть, когда ты идешь по улице, эта камера очень привлекает к себе внимание, и многие люди считают, что я снимаю фото или видео непосредственно на пленочную старую советскую камеру типа «Зенита». И очень удивляются, узнав о том, что это цифровая камера, а не пленочный «Зенит». Само качество картинки вы можете оценить прямо в данный момент, так как я сейчас снимаю именно на эту камеру. И заранее осмотрев несколько футажей, я с полной уверенностью могу сказать, что картинка довольно-таки киношная. Если сравнивать с предыдущими влогами, которые я писал на Canon M50, то картинка довольно-таки разнится, так как там она слегка мылит, это типичная фишка канона, даже не знаю, к чему это отнести, к плюсам или к минусам. Может быть, кто-то любит мыло. Здесь все четко, и передача цветов, контраста прямо на идеале. И да, это видео я пишу в F-Log в плоском профиле, и в первое время мне было очень сложно подобрать нормальную цветокоррекцию, так как, когда мы накладываем стандартный лут, который сделал Fujifilm для своих камер, чтобы перевести из F-Log в Rec.709, то картинка отдает немножко манженту, то есть она слегка такая с розовенцой получается. И я долго боролся, долго подбирал какие-то определенные настройки, и в какой-то момент я все-таки смог покрасить и добиться тех самых нужных цветов, которые требовалось сделать. И в данный момент могу сказать, что картинка меня устраивает на все 100. По цветам, по контрасту и вообще в целом по цветопередаче. А также, как я говорил ранее, главным достоинством этой камеры являются встроенные пленки Fujifilm. Но для себя открыл отличный сайт под названием fujixweekly.com, где один парень рассказывает, как определенными настройками, используя данные пленки, можно получить совершенно иные пленки, такие как кодек хром, кодек ультрамакс, эктар, реала. В общем, с помощью определенных настроек этой камеры вы с легкостью можете применять другие пленки от сторонних производителей. И это прям супер круто. Я прям был дико рад и доволен, я их практически все уже протестировал. И ссылку на этот сайт я укажу ниже в описании под видео, поэтому заходите туда и пользуйтесь. А теперь быстренько пробежимся по минусам, которые я обнаружил в X-T4. И к первому минусу я могу отнести стабилизацию. Стабилизацию можно отнести как и к плюсу, так и к минусу. К плюсу можно отнести из-за того, что она здесь есть, но качество ее отработки оставляет желать лучшего. То есть я ее могу сравнить, допустим, с такой же электронной стабилизацией в моем Canon M50. Она как бы есть, она хорошенько улавливает тряску, но ее совершенно нельзя сравнить даже с той же стабилизацией на моем Panasonic GX80. И да, я, конечно же, прекрасно все понимаю, что микро 4 треть является самой маленькой матрицей в системе. И ее стабилизировать намного проще, так как пространства в камере под ее стабилизацию для ее хождения туда-сюда намного больше. А в Fuji относится к среднему формату, и поэтому пространства для стабилизации меньше. Но хочется надеяться на лучшее. То есть, чтобы сделать плавную проводку, мне не хватает просто моих рук. И может быть, это какой-то тремер моих ручонок, я не знаю. Но для того, чтобы сделать плавную проводку, мне приходится помимо матричной стабилизации, перекидывать через шею шнурок от камеры, вешать ее, вытягивать, и только уже с ней мне удается сделать непосредственно плавную проводку. И я не могу это отнести к плюсу, потому что своим GX80 от Panasonic я с собой вообще ничего не брал. То есть, мне хватало просто рук. Без штативов, без моноподов, без всего. И картинка была дико плавная. То здесь я не могу добиться такой плавности. И это меня очень даже расстраивает. И у меня этой камере складывается двоякое впечатление. То есть, внешний вид, качество фотографий, качество съемки, видео, качество автофокуса. Он отличный здесь. Трекинг лица, все это работает, все очень здорово. Это прям большие плюсы. Но непосредственно для меня была самая важная, и это, конечно же, стабилизация. И я немножко огорчился. Насколько это важно, решать непосредственно только вам перед выбором данной камеры. Но для меня это, конечно, некий минус. Вторым минусом для меня является вес этой камеры. То есть, без объектива вес составляет 607 грамм. Плюс китовый объектив, и того она весит около 800 грамм. И когда ты носишь эту камеру долго на шее, это не очень комфортно. То есть, тебя постоянно тянет к земле, и спина потом в конце дня, либо после рабочей смены, она просто отваливается. Хотя для кого-то это может показаться и плюсом. Так как владельцы камер Fujifilm X-T3 увешивали камеры свои большими обвесами, чтобы она была более массивной и тяжелой для того, чтобы хоть как-то стабилизировать картинку. Так как в X-T3 стабилизатора нету совершенно. А вот из минусов, наверное, и все. Потому что все остальное, я считаю, прям на уровне. То есть, Fujifilm постарались сделать все очень круто. Я надеюсь, что, может быть, стабилизацию допилят в каких-то дальнейших прошивках. Может быть, это можно наладить каким-то программным путем, и остается только надеяться на это. А в остальном, считаю, эту камеру просто идеальной. Для фото, для видео, для репортажки. Качество видео, повторюсь, ты можешь определить прямо сейчас, смотря в свой ноутбук, планшет или смартфон. И отпишите, пожалуйста, в комментарии, как оно тебе, как тебе цветопередача, как тебе глубина резкости и так далее. Понятное дело, что YouTube очень поганит качество. Я уже перестал бороться с этим, но все же. Отпишись в комментарии, и, может быть, тебе больше нравилась картинка на Canon M50 или на Fuji. Для меня очень важно твое мнение, поэтому напиши. А пока это все плюсы и минусы, которые я успел разглядеть в Fujifilm X-T4 за эту неделю. Впереди еще много времени. Если я что-то еще нарою, то обязательно сниму про это видеоролик. А пока не забудь поставить палец вверх, подписаться на канал, если еще не подписан, поставить колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. И до встречи в новом видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok